Всем привет! Я Наталья Толчинский. Надеюсь, вы внимательно изучили первые два шага. А мы продолжаем. Поговорим сегодня о деньгах. Сложная тема и для многих решающая. Сколько вы готовы потратить на покупку кухни? Давайте для начала обратимся к статистике. На кухню мы в среднем тратим 40% стоимости всего интерьера нашего жилья. Но это очень общая информация. А как же рассчитать именно в вашей ситуации бюджет? Существует негласное правило о стоимости дорогих предметов, которые мы приобретаем. Вы наверняка много раз слышали о том, что адекватная стоимость автомобиля равняется вашей годовой зарплате. Точно так же это работает и с кухней. Подходящая кухня вам будет стоить от 3 до 5 ваших ежемесячных зарплат. Поясню. Если ваш ежемесячный доход составляет 100 тысяч рублей, то адекватная стоимость вашей кухни от 300 до 500 тысяч рублей. Почему за основу берется ежемесячный доход? Именно он определяет уровень и качество вашей жизни. Требования и ожидания человека, например, к автомобилю, отпуску, одежде, питанию. Растут абсолютно пропорционально его зарплате. Поэтому ежемесячный доход это хорошая база для ориентира. Но сколько бы ни зарабатывал человек, всегда есть группы товаров, на которых он готов экономить. Потому что они просто не представляют для него ценности. А я хочу убедить вас в том, что на кухне экономить нельзя. Как надолго мы покупаем кухню? Я думаю, минимум лет на 10-15. Навряд ли мы будем чаще менять наше место жительства. Значит, качество и срок службы для нас очень важный момент. Скупой платит дважды. С кухней это суровый реалий. Не просто пословица. Кухонная мебель должна быть и через 10-15 лет в хорошем состоянии. Поинтересуйтесь, например, у ваших знакомых, кто сэкономил 5 лет назад. И как выглядит и кухня сейчас. Кухня это предмет активной эксплуатации. Пар, вода, едкие составы, чистящие средства, хлопающие дверцы, а также тяжелые кастрюли и дети. Все это она должна выдержать минимум 15 лет. Как думаете, склеенные вами ящички или кухня-самопил это выдержит? Взвесьте все эти моменты и подумайте, стоит ли экономить на кухне. И как это отразится на качестве вашей жизни, когда через 5 лет ваша кухня начнет осыпаться. Болтающиеся петли, потрескавшиеся дверцы и не до конца закрывающиеся выдвижные ящички. Все это ужасно раздражает. И поверьте, вы не найдете, не пойдете через 5 лет покупать новую кухню. А от этого все эти поломки будут вас только злить еще больше. Следующий момент. Важно ли вам ваше здоровье? Вернусь к теме формальдегида. Мы о ней уже говорили неоднократно. Это химическое вещество, которое используют при производстве ДСП, МДФ и фанеры. Тех вещей, из которых делается сама кухня. Он токсичный, негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, ну и глаза, кожный покров оказывает сильное действие на центральную нервную систему. И надо сказать, что фабрика Набилия полностью отказалась от этого материала. В продукции фабрики формальдегида нет вообще. У дешевой же кухни экология материала второстепенного. Главный фактор – это цена. Покупая дешевую кухню, вы рискуете не только своим здоровьем, но и здоровьем своих детей и близких. Третий пункт – акции. Каждый производитель делает акции. Это нормально, это маркетинг, двигатель продаж. Но ваше решение покупать или не покупать у этого производителя не должно зависеть от акции. Самый важный лайфхак этого обучения – даже если на данный момент текущих акций у этого производителя нет. Идите все равно в салон, планируйте кухню и переходите к жестким торгам. Поверьте, торг в покупке кухни всегда уместен. Четвертый пункт – кухня как инвестиция. Вы когда-нибудь думали о том, что ваша новая кухня является хорошей инвестицией средств? Давайте проанализируем. Во что вы чаще всего инвестируете? Например, автомобиль. Статусность, комфорт, есть чем похвастаться. Но после выезда из австасалона машина теряет 30% ее стоимости. Знали об этом? Плюс вероятность аварий, поломок и даже краж очень велика. То есть, плакали ваши инвестиции. Ну или инвестиция в брендовые вещи. Тоже хороший вклад. Но как долго будет актуально и любима вами эта модная вещь? Отпуск. Я считаю, инвестировать в отпуск надо. Впечатления остаются навсегда. И отдыхать для жизни необходимо. Но как часто вы ездите в отпуск? Раз. На лучшем случае два раза в год. Для сравнения посмотрим на инвестицию в кухню. Она прослужит вам минимум 15 лет, если это хороший производитель. Вы повышаете стоимость квартиры при продаже. Кухня останется актуально и не надоест вам и через 15 лет, если она нейтральных расцветов. И она будет радовать вас каждый день. Ведь это место, где мы готовим, встречаемся с семьей, общаемся с друзьями. Ну и, конечно, вкусная еда. Хорошую кухню можно даже продать, если вы решили сменить интерьер или переехать. Качественный продукт выглядит через 15 лет эксплуатации как новый. Инвестируя в кухню, вы инвестируете в свой комфорт, жизнь и быт. Надеюсь, я смогла убедить вас, что кухня не только мебель для эксплуатации, но и инвестиция. Среди вас, скорее всего, есть люди, которые со мной абсолютно согласны. Но достаточной суммы денег в настоящий момент не располагают. У нас для вас есть разные варианты решений. Первое. Практически на каждой спланированной кухне есть где сэкономить. Об этом я даже сделала отдельное видео. У серьезных производителей всегда есть возможность кредитования. Это точно выгоднее, чем брать кредит на машину. И последнее. Вы можете включить стоимость кухни в вашу ипотеку. Ну, если у вас грамотный консультант. Ну что, это все, в принципе, что я хотела сказать о стоимости кухни. На следующем уроке речь пойдет о походе в салон. Оставайтесь с нами будет очень интересно. Подписывайтесь на наш аккаунт, если еще этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И подписывайтесь на наш аккаунт в фейсбуке, инстаграм и на мой личный. Там будет много всего нового, интересного, и вы увидите анонсы наших следующих видео. Ну что, до встречи на следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok